Новые, прямо с заводов-изготовителей, три единицы производительной техники уже находятся на территории Южной Осетии. Министерство сельского хозяйства существенно пополнило свой автопарк. Такого события здесь не припомнят за последние десятилетия. Изношенная сельхозтехника давно нуждалась в замене. И вот, наконец, дело сдвинулось с мёртвой точки. В конце 2020 года в республику прибыла делегация Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Вопросы развития агропромышленного комплекса Южной Осетии обсуждали на всех уровнях. В ходе рабочих совещаний удалось решить многие проблемы, связанные с работой Минсельхоза. Первым вопросом, который юго-остинские коллеги озвучили российским специалистам, был вопрос спецтехники. Он решился в положительную сторону. По поручению Дмитрия Патрушева, аграриям Южной Осетии переданы в дар три единицы техники, чтобы облегчить на территории республики выполнение технологических операций. С Российской Федерации мы получили три единицы техники. Это трактор «Кировец», комбайн «Нова» и разбрасыватель и опрыскиватель удобрений и гербицидов. Трактор мы будем использовать для всех работ, которые проходят. Это вспашка, культивация. С ним также имеется плуг оборотный, длина 10 метров. То есть позволит обрабатывать больше почвы. И сроки будут чуть раньше, потому что все тракторы, которые у нас содействованы, они старые. Старых образцов – это МТЗ-80, ДТ-75 и обрабатываемая площадь. И, конечно, этих тракторов уже намного больше и ресурсов тоже больше. Особую радость фермерам доставит сельскохозяйственный комбайн, предназначенный для уборки урожая. В уборочный сезон нехватка комбайнов доставляет большие трудности. Комбайн «Нова» тоже будет задействован в уборочной работе. Будет, конечно же, уже увеличиться и сбор урожая, так как та единица, которая у нас есть, она не охватывает всю нашу территорию. И поэтому хотя бы уже одна есть плюс будет. Также нам прислали опрыскиватель удобрений и разбрасыватель удобрений. Мы тоже будем ее использовать во всех работах, которые будут проходить на полях. Потенциал у Южной Осетии есть и по климатическим условиям, и по географическому расположению, отметили российские специалисты. Они пообщались со значительной частью югостинских сельхозпроизводителей, отобрали почвенные пробы, которые были вывезены в Россию, провели полный анализ и подготовили научно обоснованные рекомендации. Кроме того, было предложено подготовить несколько кандидатур агропромышленного комплекса Республики для повышения квалификации в Российской Федерации. Это позволит поднять уровень знаний по таким специальностям, как агрохимия, защита растений и другим необходимым направлениям. Такое сотрудничество будет достаточно серьезным подспорьем на будущее, залогом успешной работы и развития долгосрочных перспектив между министерствами двух государств. Также впредь будут осуществляться поставки спецтехники в нашу республику, что позволит обновить автопарк министерством и во многом облегчит условия труда фермеров.